На юго-западе Ленинградской области в сезон гнездования всегда много аистов, в том числе и в нашей деревне, и во всех соседних. Мне кажется, нет ни одного населенного пункта поблизости, где бы я не видела хотя бы одного гнезда аистов. А иногда их бывает и несколько, чуть ли не на каждом уличном столбе и на всех водонапорных башнях. Интересно, что белые аисты появились в нашем регионе только в 70-х годах. В начале 20 века не раз отмечали прилет этих птиц в Санкт-Петербургскую губернию для гнездования, но потом они исчезли на несколько десятилетий. Но вот с 1972 года аисты снова обосновались и прочно так обосновались в Лужском и Исландцевском районах. Сначала они просто прилетали на разведку, а потом начали гнездиться и постепенно распространились по всей юго-западной части Ленинградской области. Число этих птиц в регионе росло благодаря человеку, ведь аисты гнездились в основном на специально созданных для них помостах, на колесах и покрышках, которые люди устанавливали на деревья, столбы и те же самые водонапорные башни. Так что в наши дни и в летнее время не составляет особого труда наблюдать за аистами. Во-первых, этих птиц в наших краях много, буквально на каждом шагу. Во-вторых, аисты крупные и хорошо заметны издалека, даже бинокль не нужен. А в-третьих, они не боятся человека, а иногда и сами прилетают прямо на ваш участок или на крышу дома, чтобы поздороваться. А здороваться аисты очень необычно. В регулярном общении между собой эти птицы используют не голос, а клюв и издают им клацающие звуки. При этом аисты специально запрокидывают голову на спину, втягивают язык в гортань, освобождая ротовую полость для лучшего резонанса и усиления звука, после чего просто щелкают клювом. Предлагаю посмотреть и послушать, как это происходит. Совсем как испанские кастанеты. Таким образом, самцы и самки общаются друг с другом в период брачных знакомств и игр. А также такие клацающие звуки самцы издают для отпугивания конкурентов, например, от гнезда. Но при этом аисты меняют позу и поднимают крылья. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...